Горьковский автозавод сворачивает выпуск классической линейки среднетоннажных грузовиков. Это базовая модель 3309, а также полноприводный вездеход 3308 Садко. Капотный родственник легендарной Шишиги, ГАЗ-64. Если считать от карбюраторного ГАЗ-3307, то четвёртое поколение грузовых автомобилей марки ГАЗ продержалось на конвейере больше 30 лет. Выпускать классические модели будут только по ранее заключённым контрактам вплоть до их завершения. В частности, Садко достаточно бойко уходит на экспорт. Причина отставки семейства понятна. ГАЗ давно подготовил преемников. Это заднеприводный газон Некст и полноприводный Садко Некст. Напомним, что новые газоны выпускаются уже больше 7 лет. А современный Садко встал на конвейер несколько месяцев назад и постепенно обрастает линейкой новых версий. Ульяновский автозавод выпустит заводскую версию модели «Пикап», оборудованную комплектом газобаллонного оборудования. Модель перевели на сжатый природный газ, он же метан. При этом УАЗ решил сохранить штатный топливный бак. Поэтому внедорожник можно заправлять как бензином, так и метаном. Соответствующее объявление будет сделано позже, а пока ульяновцы оформили сертификационные документы. Тем временем КАМАЗ рапортует о закрытии крупного контракта для Москвы. В прошлом году завод поставил в столицу 440 автобусов «Неф-Аз», а в январе-апреле «Мосгортранс» получил еще 215 штук. Контракт примечательен тем, что до сих пор выпущенные в Башкирском «Нефтекамске» автобусы практически не эксплуатировались в Москве. Главным поставщиком столицы традиционно был подмосковный ЛИАЗ. КАМАЗ же строит для Москвы и электробусы в аналогичных кузовах. 200 машин работали еще с прошлого года, а с января поставки идут уже по второму контракту. Снова на 200 штук. В Москве сейчас работает около 300 электробусов. Сотню из них построил ЛИАЗ, а всего электрические машины освоили 23 маршрута. Причем, если до прошлого года ими заменяли и без того электрифицированные троллейбусные маршруты, то практически все новые линии бывшие автобусные.